Первый том добротолюбия, святого Марка Подвижника, поучения. Одежда истребляет зло, умягчает сердце, стирает в порошок. Бдение, молитва и терпение находящих неприятностей – суть сокрушения. Не одни раны носящие, но полезные для сердца, только если не пресечем их любоиманием. Пребывающий в них и, впрочем, спомоществуем будет, то есть ему будет помощь. А неродящий об них и растекающий их, отделяющий одно от другого, во время исхода нестерпимо страдать будет. Тогда хватится, что дурно делал неродя. Железные врата, вводящие в город, деяние 12.10, есть сердце жестокое, злостраждущему и сокрушенному они сами по себе откроются. Много есть образов молитвы, один от другого отличный. Впрочем, ни один образ молитвы не бывает вреден, кроме того, что не есть молитва, но дело не сатанинское. Один человек, намереваясь сделать зло, прежде помолился умом по обыкновению и, будучи промыслительно недопущен до зла, после много благодарил за то. Давид, намереваясь убить навала Кормильского, когда вспоминанием о божественном воздаянии отвращен был от всего намерения, много потом благодарил за то. Мы знаем также, что наделал он, когда забыл Бога, и не переставал быть в Богозабвении и нераскаянности, пока порог Нафан не привел его в памятование о Боге. Во время памятования о Боге умножай моление, чтобы Господь помянул тебя, когда забудешь о нем. Читая Божественное Писание, уразумевай, что скрыто в нем для тебя, собственно. И все, что преднаписано было, написано нам в назидание. Веру Писание именуют упованием, извещением. И тех, которые не знают, что Христос в них, назвал неискусными, Евреям 11.1. Как делами и словами обнаруживается мысль, так и сердечными действиями, к чему влечет, к чему вкус находит, предуказывается будущее воздаяние. Явно, что щедрое сердце ущедрено будет, и милостивое подобным образом встретит милость. Противное же противное называет и последствия. Закон свобода научает всякой истине. Многие читают его разумом, но немногие понимают, соответственно, деланием заповедей. Нищие совершенства его в добродетелях человеческих, ибо совершенного в них нет. Совершенство его открыто в кресте Христовом. Закон свободы читается разумом истинным, понимается деланием заповедей, а исполняется щедротами Христовыми. Когда будем понуждены совестью направляться ко всем заповедям Божьим, тогда поймем, что закон Господень непорочен, и что он хотя воспособляется нашим добром, естественными, нравственными, религиозными чувствами и расположениями, но без щедрот Божьих совершенствия осуществлен быть в людях не может. Те, которые не сошли себя двожниками всякой Христовой заповеди, читают закон Божий телесно, не разумевая ни того, что говорят, ни того, что утверждают, потому и думают исполнить его делами. Иное дело явно совершается как хорошее. Цель же совершающего его метить не на добро. Иное само по себе есть будто злое, но цель совершающего его метить на добро. И не только дела делают, но и слова говорят некоторые показанным же образом. Иные представляют дело в ином виде, по неопытности или незнанию. Другие делают это злонамеренно, а иные в видах благочестия. Скрывающее выражение похвала клеветания и опорочения непонятен для простецов. Подобен ему и тот, кто в смиренном виде тщеславен. А недолго ухитряется скрывать истину во лжи, но, наконец, увлекшись своим настоящим нравом, обличается делами. Бывает, что иной делает, видимо, что-либо доброе для ближнего. Получает вред в душе и бывает, что иной от того самого, что не делает для него. Такое внешнее послугие-то получает пользу в душе. Есть обличение по злобе и мщению, и есть и другое – по страху Божию и истине. Переставшего грешить и уже кающегося, не обличай более. Если же по Богу, как говоришь, хочешь обличать его, то прежде открой перед ним свои грехи. Бог начальствует над всякой добродетелью, как над дневным светом солнца. Совершив добродетель, помяник сказавшего «Без меня не можете делать ничего». Так устроено, что в скорби для людей добро, а в тщеславии и наслаждении зло. Терпящий напрасно от людей избегает греха и находит заступление равное скорби. Верующий Христу относительно воздаяния по мере веры охотно переносит всякую неправду. Молящийся о людях, обижающих, поражает бесов, а сопротивляющийся первым уязвляется вторым. Лучше от людей обида неправильная, чем от бесов. Но угождающий Господу стал победителем той и другой. Всякое благо промыслительно приходит от Господа, но оно отходит тайно от неплагодарных, бесчувственных и недеятельных. Всякий грех оканчивается запрещенным наслаждением, а всякая добродетель – духовным утешением. И как первый возбуждает, приводит в движение, раздражает свойственников своих, так последнее – родник своих. Поношение человеческое причиняет скорбь сердцу, набывает причины чистоты для того, кто его переносит. Неведенье дает повод и свободу противоречить тому, что полезно. И, сделавшись более смелым, умножает возражение или предложение зла. 52. Не имея ни в чем недостатка, принимай посылаемые скорби, и как долженствуешь считать отчет, отложи любое мание. 52. Согрешив тайно, не покушайся, и перед Богом укрыть то, не думай, что и скрыто то. Ибо все мы, наги, и открыты пред очами Господа, которому дадим отчет. 53. Мысленно показывай себя владыке, ибо он не смотрит на лицо, но на сердце. 54. Ничего не думай и не делай без цели по Богу, ибо бесцельно путешествующий напрасно тратит труд. 55. Грешащему не по нужде трудно бывает каяться, ибо невозможно от правды Божьей утаиться. 56. При скорбной случае разумному подает воспоминание о Боге. 57. Того же, кто забывает о Боге, соразмерно с тем огорчает. 58. Да будешь тебе, учителем, такого памятования всякая невольная прискорбность, и никогда не оскудеет у тебя побуждение к покаянию. 59. Забвение само по себе не имеет никакой силы, но держится нашим нерадеянием и соразмерно с тем. 59. Не говори, что же мне делать? Я не хочу, а оно, забвение, приходит. 60. Это за то, что ты пренебрегал должным, когда помнил о нем. 60. Сделай добро, которое помнишь. Тогда откроется тебе и то, о котором не помнишь. 61. И не передавай безрассудно мысли свои забвению. 61. Писание говорит, а пагуба открыты пред Господом. 61. Это говорит оно о сердечном неведении и забвении. 62. А от есть неведение, ибо тот и другой мрачны. 62. Пагуба уже есть забвение, ибо в обоих их пропадает нечто из бывшего. 63. Любопытство о своих злых делах, а на близнего и мысленная рабочая храмина твоя не будет окрадена. 64. Нерадение не вмещает никакого уже посильного добра, не принимается ни за что. 65. Милостынная молитва возвращает к долгу вознерадевших. 66. Скорбь по Богу есть неотъемлемая принадлежность благочестия, ибо истинная любовь испытывается противностями. 67. Не думай, чтобы ты стяжал добродетель без скорби. 68. Такая добродетель ненадежна по причине покоя твоего при стяжании ее. 69. Смотри на исход всякой невольной скорби и найдешь в ней отъятие грехов. 69. Многие советы ближе на пользу бывают, но для каждого ничего нет пригожее своего решения. 69. Ища врачевание, попекись о совести. И что она говорит тебе, сделай, то и получишь пользу. 70. Тайные дела каждого ведает Бог и совесть, и через них-то доприемлют они исправление. 71. Если хочешь неосужденно принимать похвалу от людей, прежде возлюби обличение за грехи свои. 71. Какое бы ни принял, кто посрамлений за истину Христова, восток раб, более может он быть прославлен народом. 72. Но гораздо лучше делать всякое добро ради будущего воздаяния. 72. Когда человек человеку принесет пользу словами или делами, оба да признают в этом благодать Божию. 73. Неразумеющий это будет возобладан от неразумеющего. 74. Может быть не только мысль, что из двоих тот выше, кто разумеет это. 75. Хвалящий ближнюю по какому-либо лицемерству, в другой раз разбранит его, и он престижен будет. 76. Неразумеющий засады врагов удобно заколается, и неведущий причин страстей, легко впадает. 76. От свастолюбия, делания своего удовольствия, происходит нерадение. 77. От нерадения забвения. Ибо о том, что кому полезно, Бог даровал знания всякому. 77. Человек предлагает слово ближнему, насколько знает. 78. Бог же действует слышащим, насколько он верует. 79. Видел я простецов делом смирившихся, и стали они премудрии мудрецов. 80. Другой простец, услышав, как их превозносят, смирение их подражать не подражало, только простотою тщеславился. 80. И от этого схватил гордость. 81. Унищижающие знания и хвалящиеся неученостью, ни словом только есть невежда, но и разумом. 81. Как иное есть мудрость в слове, а иное сама мудрость, так иное есть невежество в слове, а иное само невежество. 81. Немало не вредит благоговейнейшему неученость слово выражение, равно как и словесная мудрость смиренно мудрому. 82. Не говори, я не знаю должного, и потому невиновен, если не делаю того. 83. Ибо если бы ты делал то добро, которое знаешь, тогда последовательно открылось бы тебе и все прочее, будучи постигаемым одним посредством другого, подобно тому, как узнаются односемейные. 84. Не полезно тебе прежде исполнение первого знакомого знать второе, чего не знаешь. 85. Ибо разум течится по причине бездействия, недостатка дел, а любовь созидает, поскольку все терпит. 86. Слова Божественного Писания читай делами и не распростираешь широко слов, надымаясь одними голыми умопредставлениями. 87. Оставившие дела и удовольствовавшиеся одним знанием, вместо боедоострого меча держат тростниковую трость, 88. Которая во время брани по Писанию поранит руку его, и, вонзившись в нее, вольет прежде врагов яд надмения. 88. Свою меру и вес перед Богом имеет всякое помышление. 89. Так одно и то же есть перед ним – помышлять пристрастно или одним только способом, то есть только умом без дел, или только своим умом без совещания с опытными. 90. Исполнивший заповедь, пусть ожидает за нее искушения, ибо любовь ко Христу испытывается противностями. 91. Не презирай, не пренебреги никакого помысла по нерадению, ибо никакое помышление не утаено пред Богом. 92. Когда заметишь, что помысл обещает тебе человеческую славу, знай, наверное, что он готовит тебе пристыжение. 93. Враг знает требования духовного закона и ищет только мысленного сосложения с внушаемым помыслом, а не дело у тех, кто проводит духовную жизнь. 94. Не успеет ли таким образом или сделать подручника своего, когда кто согласится на внушение, по винным трудам покаяния, если сознает он свою вину, 95. Или если не покаяться, не сознавши вины, а обременить его невольными болезненными скорбями и тяготами, которые обычно Бог посылает на таких для вразумления. 95. Бывает, что иногда он подущает восставать против таких наведений, скорбей ропотом, непокорностью Божьей определению, незнанием, что заслужил их, 96. Дабы таким образом и здесь умножить болезненные прискорбности, ибо Бог еще и еще посылает, чтобы образумился, и во время исхода показать его неверным, 96. Обличить неверие промыслу и тому, что сам был виновен. 97. Против случающихся в жизни бед многие многое противопоставляли с успехом, но без молитвы и покаяния никто не избежит лютых крайностей после смерти. 98. Зло одно от другого получает силу, равным образом и добро возрастает, мужает крепность одно от другого. 99. То и другое причастника своего возбуждает и направляет больше простираться в передние. 99. Малые грехи дьявол представляют в глазах наших ничтожными, потому что иначе не может он ввести в грехи большие. 99. Корень срамной похоть есть человеческая похвала, как и целомудрие обличение нас в грешности, не тогда, впрочем, когда слышим только, но и когда принимаем его на себя. 99. Никакой нет пользы тому, кто, отрехшись от мира, живет славцолюбиво, в свое удовольствие, делая всегда только то, что нравится и приятно сердцу. 99. Ибо что делал он прежде посредством имения, тоже делает и теперь, ничего не имея. 99. Опять воздержник, если приобретает деньги, есть брат первому по внутреннему настроению, так как и этот от той же матери искание того, что сладко сердцу. 99. Только другого отца по причине перемены страсти. 99. Бывает, что иной пресекает страсть ради большего удовольствия, потому что покойнее жить без рабства ей, и другие, не зная цели его, славят его, а может быть и сам он не знает, что бестолку трудится. 99. Причина всякой грешности – тщеславие и желание удовольствия. 99. Не возненавидевший их не пресечет страсти. 100. 100. Корень всем злам есть сребролюбие. 100. Но очевидно, что и оно ради их составляется, ими требуется, на них утверждается и стоит. 100. Ум ослепляется этими тремя страстями – сребролюбием, говорю, с тщеславием и желанием удовольствия. 100. Три дочери-пиявицы, о которых говорится в Писании, они сут матерью и безумием, любовью возлюбленные. 100. Разум и вера совоспитанник естества нашего притупились ни от чего иного, как от них. 100. Ярость, гнев, брани, убийства и весь остальной каталог зол крайне усилились между людьми от них. 100. Так надо возненавидеть сребролюбие, тщеславие и страсть к удовольствиям, как матерей пороков и как мачех добродетелей. 100. По причине их получили мы заповедь не любить мира, а не того, что в мире. 100. И в том смысле получили такую заповедь, чтобы нерассудно ненавидели мы творение Божие, но чтобы отсекли поводы к тем страстям. 100. Никто же, говорит Писание, не связывается делами житейскими, будучи воином, никакой. 100. Ибо кто, обязавшись ими, хочет победить страсти, тот подобен человеку, который хочет соломой потушить пожар. 100. Кто из-за денег, славы, удовольствий гневается на ближнего, тот не познал еще, что всем правит праведно Бог. 100. Когда слышен слово Господа, если кто не отречется от всего имения своего, не достоин меня, 100. То, разумею, сказано не об имении только, но и о всех внутренних делателях зла. 100. Не знающий истины, веровать не может истина, ибо ведение по естеству предваряет веру. 100. Как каждый из видимых тварей Бог отделил сродно ей, так и по мыслам человеческим воздает он по свойству их, хотим ли мы то или не хотим. 100. Если кто явно согрешает и не каясь, не подвергался никаким скорбям до самого исхода, 100. То знай, что суд над ним будет без милости, а разумно в сердце молящийся переносит находящие скорби, а злопамятный еще не молился чисто. 101. Терпя от кого вред, поругание или гонение, не настоящим думай, но о том, что ожидается в будущем. 101. И найдешь, что он стал для тебя виновником многих благ не только в настоящем времени, но и в будущем веке. 101. Как тем, у кого испорчено пищеварение, полезно горькое полынь, так злонравным полезно терпеть горькие беды, ибо тем к здоровью, а этим к покаянии служат эти врачебства. 101. Если не хочешь зло страдать, не желай и делать зла, ибо за этим последним неотступно следует то первое, ибо что человек сей, то и пожнет. 101. Произвольно сея зло и против воли пожиная то, мы должны делиться правде Божией. 101. Между сеянием и жертвой определенно быть некоторому промежутку времени, но по этой причине мы не должны не верить воздаянию. 101. Согрешивший вини не тело, а мысль, ибо если бы не текла впереди мысль, не последовало бы за ней и тело. 101. Скрытный злодей, злобное, явно обижающих, злобнее, потому что он злее и наказывается. 101. Сплетающий кознь и скрытно делающий зло, есть змей по Писанию, который сидит на пути и жалит в пяту коня. 101. Бытие 49. Кто в одно и то же время за одно похваляет, а за другой укоряет ближнего, тот одержим тщеславием и завистью. 101. Похвалами покушает он прикрыть зависть, а укорами выставляет себя лучшим его. 101. Как нельзя пасти вместе овец и волков, так невозможно получить милость тому, кто коварно действует в отношении к ближнему своему. 102. Кто в заповеди тайно примешивает свою волю, тот прелюбодей и есть, как показано в премудрости, и за скудость ума болезни бесчестие понесет. 102. Как вода и огонь не сходятся по противоположности, так противны друг другу самооправдание и смирение. 102. Ищище оставление грехов любит смиренно мудрее, а осуждающий другого запечатывает, закрепляет за собой свои злые дела. 103. Не оставляй не изглаженным греха, хотя бы он был самый маленький, чтобы впоследствии он не повел тебя к грехам большим. 104. Если хочешь спастись, возлюби истинное слово, слово правды о тебе, и никогда не рассудно не отвергай обличение. 105. Слово истины переменило по рождению ехидны и указало им, как избежать будущего гнева. 106. Приемлющие слова истины приемлет Бога слово, ибо говорит, принимающий вас меня принимает. 107. Расслабленный, свешенный сквозь кровли, есть грешник, по Богу обличаемый верным и ради веры их получающий оставление грехов. 138. Лучше с благоговением желательно молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении. 119. Истинно кающийся подвергается поруганию от неразумных. 119. Но это, если для него признак богоугодности, Богу его покаяния. 119. А подвизающийся от всего воздерживается и не перестает от подвига, пока Господь не истребит семени Вавилонского. 119. Представь, что есть двенадцать страстей бесчестия. 111. Если ты волей возлюбишь хоть одну из них, то она восполнит место и остальных одиннадцати. 111. Грех есть огонь горящий. 121. Насколько отымешь вещества, настолько он угаснет, и насколько прибавишь, настолько он больше разгорится. 122. Привознавшись похвалами, ожидай бесчестия, ибо, говорит Писание, всякий возвышающий себя унижен будет. 133. Когда отвергнем всякий мысленный произвольный грех, тогда только начнем настоящую брань со всеми прилогами, занимающих нас страстей. 144. Прилог есть невольное воспоминание прежних грехов. 155. Кто еще борется со страстями, тот старается не допустить такого помышления до страсти. 156. А кто уже победил их, тот отревает самое первое их прирожение. 167. Где образы помыслов закосневают, там, надо полагать, было сосложение, ибо то движение, которое есть безвинное невольное прирожение, не сопровождается образами. 168. Бывает, что иной выбегает из них, как головня из огня, или обжегшись, или боясь обжечься, а иной не отвращает их, пока не возгорится пламень. 179. Не говори, я и не хочу, а он помысл приходит, ибо, конечно, если не это самое, то причины сего верно любишь. 171. Ищущий похвалы находится в страсти, и сетующий о нашедшей скорби, конечно, любит утешность. 181. Как чаши на весах, помысл любящего удовольствия, не стоят на одном. 191. Кто плачет, он и сетует о грехах, кто борется и спорит с ближним, гонясь за приятностями. 191. Все испытующий и добро удержащийся, по тому самому, конечно, удержатся от всякого зла. 191. Муж долготерпеливый, мног в разуме. Притч 14.29. 191. Равно как и преклоняющий слух свой к словесам премудрости. 202. Без памятования о Боге знание истинным быть не может. 213. Без первого второго подложено. 214. Для жестокосердого не полезно слово тончайшего ведения, ибо без страха такой человек не принимает на себя трудов покаяния. 224. Для человека кроткого прилично слово веры об утешениях веры, так как он не искушает долготерпение Божие и не бывает поражаем бием, частым преступлением. 235. Воле Божией или заповеди. 150. 255. Мужа сильного не обличай в тщеславии, но мышь укажи ему на тяготу будущего бесчестия, ибо этим способом разумный удобнее восприемлет обличение. 266. Кто не любит обличение, тот верно намеренно погрязает в страстях, а кто любит его, тот очевидно чуждается и всех прилогов их. 277. Не желай слышать о чужих лукавствах, потому что при этом черты тех лукавств написываются и в нас. 288. Наслушавшись с худых речей, на себя гневайся, а не на того, кто говорил их. 299. Лукавого слуха, лукавый отвечатель. 309. Если случайно кто попадет в круг людей, пусторечивых, пусть себя виновным считает в таких речах, если не по поводу настоящего, то по поводу прошедшего. 311. Потому что сам прежде с ними болтал. 311. Если увидишь, что кто-либо лицемерно хвалит тебя, то в другое время ожидает от него порицания. 322. Настоящие прискорбности приравнивают к будущим благам, и нерадение никогда не расслабит твоего подвига. 332. Если за телесное, вещественное подаяние похвалят человека как доброго, помимо Бога, забыв, что это по Божьей промыслу делается, 343. То после тот же человек окажется для тебя злым. 354. Всякое благо происходит от Господа по его смотрению, и приносящий нам оноя суть служителей благ. 364. Переплетение добра и зла принимай равным помыслом. За это Бог наконец отвратит аномалии событий в твоей жизни. 364. Неравенство помыслов невольных производит невольно перемены и в собственных. 375. И вовне невольный Бог соразмеряет с произвольным. 385. Когда сердце полно желания и удовольствия, тогда возникают пагубные помыслы и слова. 396. Так, по дыму узнаем мы о горении вещества внутри. 407. Прибывай в сердце умом, и не будешь утружден искушениями. 41. Уходи же оттуда. Терпи, что найдет на тебя. 42. Молись, чтобы не нашло на тебя искушения. 43. А когда он найдет, прими его как свое, а не как чужое. 44. Отврати мысль от всякого любоимания, и тогда возможно увидеть козни дьявола. 45. Кто говорит, что видит все козни дьявольские, не зная как, тот выставляет себя совершенным. 46. Когда ум освободится от попечения телесным, тогда соразмерно с тем видит он ухищрение врагов. 47. Увлекаемый помыслами ослепляется ими, и действие греха видит, а причины видеть не может. 48. Бывает, что иной, исполняя видимо западь, внутренне рабствует страсти, и злыми помыслами губит благое дело. 49. Допусти в себя начало греха, приняв помыслом, не говори, он не победит меня, ибо насколько ты допустил его, настолько уже и побежден им. 50. Все рождаемое засинается малым, и будучи мало-помалу питаемым, возрастает. 51. Ухищрение греха есть многоплетенная сеть. Кто, запутавшись в ней отчасти, вознеродит о том, тот скоро затягивается ею всесторонне. 52. Не желай слышать о несчастье врагов твоих, ибо охотно слушающий такие речи собирает тут же плоды своего произволения. 53. Не думай, что всякая скорбь находит на людей по грехам, ибо бывает, что иные благоугождают Богу, а однако же терпят искушение. 54. И написано, не только несчастивые и беззаконницы изгонятся, но равным образом и то, что хотящие благосчастиво жить во Христе будут гонимы. 55. Во время скорби смотри за прирожениями сластолюбия, ибо как оно обещает утешение в скорби, то легко можно склониться на принятие его. 56. Имея называет благоразумными тех, которые умеют разумно распоряжаться в чувственном, но настоящие благоразумники – те, которые владеют своими пожеланиями. 57. Прежде истребления злых страстей не слушай сердца своего, ибо каково вложенное в него, таких и приложений оно требует. 58. Как змеи. Одни встречаются в лесах, а другие скрытно поныривают в домах. 59. Так страсти. Одни мысленно воображаются, в помыслах совершаются, а другие деятельно воздействуют, входят в дела и кроются вниз. 60. Хотя бывает, что они преображаются из одного вида в другой. 61. Когда видишь, что лежащее внутри тебя пришло в сильное движение и влечет безмолвствующий ум к страсти, то знай, что некогда прежде ум сам был тем занят, привел то в действие и вложил то в сердце. 61. Не образуется облако без дыхания ветра, не рождается и страсть без движения помышлений. 62. Если мы не творим уже волей плоти по Писаниям, то легко помощью Господа перестанем тревожить нас. 63. И то, что прежде внутрь вложено душевное страсть и навыки дурные. 64. Внедрившиеся в существо ума образы бывают злее и властнее чисто мысленность, но эти последние предваряют их и бывают их причиной. 65. Есть зло, которое из сердца, исходя, охватывает по причине давнего прирожения и сосложения с ним сердца. 66. И есть зло, мысленно борющее по причине ежедневных случаев. 67. Бог ценит дела по намерениям их. 68. Даст тебе, говорит Господь, по сердцу твоему. 69. Кто не пребывает добросовестно созерцание, тот не восприемлет и телесных трудов ради благочестия. 69. Совесть есть естественная книга велений Божьих. 70. Деятельно читающую эту получат опыты божественного заступления. 71. Кто не поднимает производного трудов за истину, в защиту ее, тот невольным и гораздо тяжелее наказан будет. 72. Кто, познав волю Божью, посильнее исполняет ее, тот через малые труды избежит великих. 73. Кто без молитвы и терпения хочет победить искушение, тот не отразит их, но боли в них запрещены. 74. Господь сокровен в заповедях своих и ищущими его обретается по мере исполнения их. 75. Не говори, я исполнил заповеди, я однако же не обрел Господа. 76. Все право ищущие его найдут мир. 76. В мир есть избавление от страстей, которого нельзя обрести без воздействия Святого Духа. 76. Иное есть исполнение заповеди, а иное – добродетель. 77. Хотя одно от другого взаимно заимствуют, а не поводы к добру. 77. Исполнением заповеди называется совершение делом повеленного. 78. А добродетели – то сердечное настроение, когда ради коего сделанное воистину благоугодно Богу. 79. Как чувственное богатство, хотя одно, но многоразличное. 79. Судя по предметам стяжания, так и добродетель одна, но имеет многообразное делание. 80. Кто, не имея дел, мудрствует и говорит слова беседы о том, как жить, тот является богатым от неправды. 80. И труды его писания в домы чужие входят. 80. Притча 5.10. 80. Притча 5.10. или